Сегодня вы сошьёте портмоне из карманов старых изношенных джинсов. Вас научит этому Татьяна Лазарева. По профессии она психолог и твёрдо уверена, что одежда сохраняет нашу энергетику. Поэтому Татьяна никогда не выбрасывает любимые вещи, а даёт им новую жизнь. Здравствуйте! Обычно в каждой семье, где есть маленькие дети, которые имеют тенденцию очень быстро расти, скапливается масса для кого-то ненужных вещей, а для нас как раз самых-самых нужных. Потому что старые джинсы с дыркой на коленке или старые мужские рубашки, у которых вытерлись воротнички, это тот материал, с которым можно творить просто чудеса. И, конечно, не нужно сразу бросаться и резать на мелкие кусочки потрёпанные джинсы, потому что то, что можно использовать целую часть, мы используем целую часть. Маленькие кусочки, карманы, пояса могут стать декоративным элементом какой-то интересной другой вещи, даже украшений, интересной джинсовой бижутерии. А карманы, одно из предложений, могут использоваться в таком виде. Там, где есть мальчишки, которые часто теряют ручки, карандаши, линейки, мы можем в детскую сделать вот такой карман саше. И все-все-все карманы, которые можно будет использовать разного цвета, даже интересно, если они будут разного цвета, мы можем использовать вот для такого интересного элемента в интерьере. Для того, чтобы сшить саше, вам потребуется любая плотная ткань. Это может быть старое одеяло, старое пальто, кусочек старого драпа. В данном случае мы взяли лёгкий дешёвый ситец, но предварительно их простегали вместе с подкладочной ещё тканью. И средний слой – это обычный синдепон. Если синдепона под руками нет, то в ход могут пойти старые футболки, старые байковые рубашки. В принципе, три слоя как раз и будут той толщиной, которая будет равна по плотности нашей джинсовому нашему карману. И потом остаётся только в нужном нам порядке разложить наши джинсовые карманы на этой основе. Прямой обычной строчкой мы пристрачиваем к основе. И джинсовая ткань тем хороша, она молодёжная, задорная, поэтому даже дополнительная окантовка этих карманов не требуется, поскольку ниточки, которые веселые и задорные здесь можно выдернуть, они придадут вот такой вот слегка боевой вид нашему саше. Потратив совсем немного усилий, мы можем совершенно спокойно теперь указать мальчишке, где находятся его отвертки, где находится ложка для обуви, если это в прихожей, где находится губочка, которой можно почистить обувь. И даже для самого маленького кармашка, который обычно называется часовым на джинсах, обязательно найдётся какой-нибудь маленький элемент, к которому найдётся своё местечко. Поэтому если вы хотите, чтобы в вашем доме всегда был идеальный порядок, то работайте руками и включайте свою фантазию. В этой же технике, с теми же кармашками, мы можем изготовить ещё не менее интересную вещь, как вот такой небольшой портмоне. Мальчишки, девчонки, всегда теряющему ручки, визитки, проездные билеты, обязательно нужна такая вещь, для которой ничего, кроме карманов и кусочка джинсовой ткани, ниток, ножниц, линеечки, мелка и нескольких булавок, больше ничего не потребуется. Мы берём любую джинсовую ткань любой плотности и любой формы, она может быть и квадратной, и прямоугольной, мы выбрали прямоугольную. Любую уплотняющую ткань, она может быть чистая, стиранная, но не обязательно она должна быть новой. Это может быть и кусочек синдепона, и кусочек драпа, и кусочек обычной байки или бязи. Я взяла старую футболку, потому что этот слой, он не виден, и он нужен только для того, чтобы кошелёчек был поплотнее. Третьим слоем мы кладём подкладочную ткань, внутреннюю, которая будет у нас являться фоном для карманов. И два кармашка, которые накладываются навстречу друг другу с небольшим просветом, потому что, когда мы сгибаем, кармашки не должны мешать сгибу нашей ткани. Потом мы берём линейку и между нашими кармашками чертим прямую линию, линию сгиба, которую желательно зафиксировать, чтобы слои при стачивании не смещались друг относительно друга. И просто с мёточным крупным стежком фиксируем серединку для удобства в работе. Это временный широкий стежок, который мы потом легко удалим. Следующим этапом мы должны выровнять прямые углы, чтобы у нас при складывании пополам наши портмоны было ровненьким. Хорошо использовать линейку с прямым углом, треугольник, там, где виден прямой угол. Джинсовая ткань очень плотная, и поэтому желательно нам проводить линии для стачивания, минуя вот эти плотные места, где есть швы, потому что по шву очень тяжело строчить. Мы смотрим, как будет у нас сгибаться кошелёчек наш. Сгибается замечательно. Следующим этапом нам нужно прострочить, проложить строчку, чтобы немножечко уменьшить толщину ткани. Делать окантовку косой бейкой легче, если предварительно мы уже наметили линию, по которой будет идти обработка края. Берём косую бейку, которую предварительно заготовили. Мы заготовили вот такую косую бейку из ткани, эластичной джинсовой ткани. И сейчас мы приступим к окантовке. Линию, по которой мы будем окантовывать, мы уже наметили, поэтому мы прикладываем, воспользуемся булавочками. Булавочки всегда вкалываются перпендикулярно шву, обязательно перпендикулярно шву, так, чтобы они не попали под иглу. Вот таким образом. Лишнее срезаем. Поэтапно каждую сторону мы окантовываем косой бейкой. Лишнюю ткань мы легко можем срезать. Поскольку здесь ткани достаточно получается плотные, то можно срезать не все три слоя, а поэтапно. Так, чтобы у нас была одинаковая толщина, ширина, вернее, нашей окантовочки, мы можем предварительно приметать слегка и чуть-чуть приутюжить, чтобы с той стороны, где мы будем прокладывать или потайной шов, или шов на машинке, мы уже знали, где может пройти строчка. А теперь нам останется с обратной стороны нашу косую бейку либо потайным швом пришить руками либо проложить строчку на машинке. Тот, кто любит работать руками, тот получит аккуратный потайной шов с этой стороны. Тот, кто любит работать с хорошей машинкой, у которой замечательный статочной шов выбирает второй вариант. Я люблю работать руками. Поскольку ткани достаточно плотные, то добиться ровной, хорошей строчки в общем-то бывает иногда сложно. А потайной шов он всегда в изделии выглядит достаточно аккуратно. Значит, шов потайной. Мы захватываем одну ниточку ткани основы и проходим по сгибу на какое-то расстояние. Подтягиваем нитку. Раньше девушки пели. Работа достаточно такая, много монотонных операций. Поэтому, чтобы работа не была связана с негативными эмоциями, их поддерживали пением, разговорами, задушевными девичьими секретами. Поэтому, когда говорили слово «работа», от нее не бегали, а наоборот очень любили посиделки, вечерки. «Музыка» Булавочки мы сразу убираем, чтобы они не лежали на столе. И обычно рекомендуют, если мы работаем с булавками, чтобы мы знали, сколько их по счету, чтобы они были на виду, не потерялись. Осталось у нас еще две стороны. Ручной труд очень полезная вещь для координации. и если подросток не усидчивый, то периодически сажая его за машинку или просто за иголку, мы не просто мобилизуем его волю, усидчивость формируем, а еще и заставляем работать мозг, потому что работа пальчиков развивает речевой центр. Ребенок рождает в работе массу новых интересных идей. Любую работу лучше делать вместе с ребенком или с подростком, для которого вещь предназначена. Когда он советует, он как бы соучаствует в работе, и в конечном итоге, если ребенок приклеит какую-нибудь аппликацию или пришьет пуговицу, то он будет считать, что он внес неоценимый вклад в работу. И вещь будет самой любимой, потому что титанические мамины усилия будут оценены по достоинству, потому что то, к чему прикладываем руки, потом очень долго ценится и любится. Мне повезло, у меня бабушка очень много шила, у меня от бабушки осталось очень много старинных кусочков ткани, она у меня 904 года рождения, вот от юности ее платье какой-то бархат, который на сгибах уже совершенно другого оттенка, как сама ткань. Он пахнет временем, это какой-то кусочек жизни, истории. К нему прикасаешься с каким-то другим настроением, и если он потом присутствует в какой-то современной новой вещи, то все равно эта вещь пахнет бабушкой. Так люди уходят, а вещи остаются. значит, мы загибаем слегка, можно заутюжить как продолжение стороны, так, чтобы у нас просто сохранялся прямой угол. Чтобы легче было работать, зафиксируем немножко булавкой. здесь тоже может быть лишнее. Вот и все. мы окантовали все наши четыре стороны, убираем наметочку нашу временную, она нам в общем-то больше не нужна. Что нам остается сделать? Яркое пятно добавить, да? Зовем нашего ребенка, и он с удовольствием утюжочком приклеивает эту нашу замечательную кляксу. У меня остался небольшой остаточек от цветной красивой яркой тесьмы, я все-таки решила найти ей место, хорошую компанию, красивую вещь, и серединочку все-таки акцентировать. Таким потайным стежочком он не будет нести никакой функциональной нагрузки, но зато у нас место сгиба будет такое яркое и интересное. Уголочек мы загнем так, чтобы он повернулся к нам своей красивой стороной, чтобы хвостик у нас не торчал. Кошелечек небольшой, он нам улыбается. Что мы можем туда положить? Мы можем положить проездной билетик, какую-нибудь схемку, я не знаю, да, смотрите, сколько отверстий, сколько визитки, которые могут пригодиться. Блокнот, еще один вариант, такого же портмоне, они абсолютно одинаковые, только отличаются размером. Мы дополнительно на лицевой стороне пришили еще такой же карман. И этот карман на сгибе дает нам еще четыре небольших кармашка, куда поместится масса нужных нам вещей. Ручки и даже маленькая линеечка, шьющему человеку мы мелочек сюда можем положить и ножнички, кто для чего этот предмет потом приспособит. Это портмоне, оно похоже, но здесь немножко другой акцент. нашу обычную пластиковую пуговицу положили на красивую яркую заготовочку, сделали петельку. Здесь мы можем закрыть на завязку, на липучку. я думаю, что давайте мы сделаем наверное какой-нибудь хвостик, потому что у нас здесь будет змейка внутри. Мы подыграем линию изгиба, она у нас яркая, красненькая, значит мы спокойно добавим ей такую же подружку, такого же цвета, вручную мы ее пришиваем, на кончиках тесьмы мы можем сделать узелочки такие игривые и воздушную петельку для этой тесьмы сделаем воздушную петельку. На уровне пришитых хвостиков ярких мы ниточкой делаем несколько движений вперед-назад, потом она обметывается петельным стежочком. В образованную петельку вводим иглу. Вот такая петелька у нас получилась. Несмотря на то, что она маленькая и тонкая, она достаточно прочная. такие петли на одежде в общем-то достаточно функциональны и держат нагрузку серьезную. узную. Такой у нас получился забавный кошелечек. Легким движением руки мы его развязываем и вкладываем туда все, что нам будет нужно. Свернули, в петельку просовываем наш шнурочек и таким же легким движением руки завязываем очаровательный бантик. Веселый, задорный и очень кокетливый. Вот такое у нас получилось портмоне, ну трудно сказать, для мальчишки, для девчонки. Вот. И вот такой вот вариант с дополнительным карманом на лицевой стороне и с такой смешной застежкой блестящей. Я надеюсь, что вы убедились, что если вы позволите себе поработать волшебником и дадите своим старым вещам новую жизнь, вы порадуете не только себя, но и своих близких совершенно новыми и удивительными волшебными вещами. удачи вам в работе. На следующем уроке шить уютные домашние тапочки вам предстоит из обрезков ткани. Придумала такое оригинальное применение лоскуткам? Конечно же, экономная хозяйка Татьяна Лазарева. Кроме лоскутков для работы вам еще потребуется прочная ткань для основы тапочек, мягкая для подкладки, отделочная для косой вейки, а также нитки, иголки, булавки, швейная машинка и ножницы.